Приветствую любителей живописи на своем канале. Предупреждаю, это будет короткий видеоролик. Опять про пионы. Другую задачу решаю. Хочу быть смелее, хочу вот в каких-то таких контражурах написать. Но техническая здесь у меня такая ловушка. Телефон перестал записывать, а я не заметила. Основную часть работы я вам не покажу. Но я покажу вам. Чем? Все дело начиналось. Вот этот подмалевок смелый. И покажу, чем все закончилось. Небольшой размер. Если вы захотите повторить со мной такой букет. Это всего лишь 40 на 50. И я компоную прямо в центре вот этот букет. Дело в том, что живописцу на самом деле не важно, что писать. Был вот, уже стоял этот букет, где-то написанный даже. Может быть, прошлые видео вы смотрели. Тоже с пионами. В другую вазу там. Дело не в этом. Дело в том, что как он освещается. И вот эта вот задача поймать тот цвет, который из окна попадает на букет, но не попадает на эту стену, которая является фоном. Совсем другие краски начинают работать. Совсем другие цвета в тех же самых пионах, которые были написаны неделей раньше. Я делаю теплый подмалевок. И потом я буду его уничтожать холодными разными цветами. Некоторые спрашивают, не проще ли сразу намешать нужный цвет и закрасить в нужный цвет? Нет. Так не получится. Этот цвет, нужный, должен мерцать. Он должен быть поддержан его дополнительными цветами. А дополнительные цвета к холодным, розовым, голубым, серым, зеленым, которые я вижу сейчас в своем носе. Можете? Это теплые цвета. Это как раз начинает работать тепло-холодный контраст. Цвета, которые находятся противоположно в цветовом круге, напротив желтого, синий, напротив красного, зеленый, они являются дополнительными друг к другу. Почему очень многие мои натюрморты выстроены как раз на отношениях красных и зеленых? Два цвета, противоположные друг к другу, они являются дополнительными. Они дополняют и обогащают друг друга. Они зажигают друг друга. Они гасят друг друга, если их смешать вместе. И вот зеленый цвет, который появился сейчас уже в моих пионах, это зеленый. Зеленый, так и называется краска, зеленая. Но для того, чтобы она не была излишне открытой, яркой, насыщенной, потому как это все происходит в тенях, а в тенях нет открытых, ярких, насыщенных цветов, я погасила его дополнительным красным. И вот те зеленые, где свет пробивается, я сейчас беру прямо зеленым. Такой подготовительный подмалевок, который сейчас у меня решает задачи композиционные больше даже. он как бы подготавливает для дальнейшего колорита этот холст. Но, в общем, то, что вы видите, иногда бывает сделано в виде имприматуры. Просто имприматуры какого-то одного цвета. Это, в общем, тоже имприматура, но имприматура по тем местам, которые мне приходятся. Видите, я и фиолетовый туда как бы сразу вот этой грязной тряпкой втираю, то есть чтобы создать вот этот ритм пятен, для себя определить все, что у меня в тени, вот как-то вот так, все, что у меня на свету. Но вы еще, обратите внимание, смотрите сейчас на нотерморт, который на холст, вернее, стоит против света. То есть на самом деле несколько, все цвета не настолько темные. То есть я беру их светлее, чем показывает камера. Более прозрачная. Но, в общем-то, они все и прозрачные. Я их стираю, потому что практически тряпкой в ноль. Это дает хороший такой подготовительный этап для написания потом теней. В света-то можно корпус написать, а тени где-то будет полное попадание. Там и не придется больше ничего делать. Вообще важность подмалевка трудно переоценить. Он должен быть и хулиганский, он должен быть живой, он должен быть смелый. И тогда и живопись совсем пойдет по-другому, если вы смогли как по себя так раскрепостить, пока вы делали этот подготовительный этап. Вы часто спрашиваете, что я использую. Я использую адспирид, и вот сейчас я его использую в чистом виде. Для подмалевка не нужны какие-то там лаки и масла. Масло наливается в масленку исключительно для того, чтобы вот эта жидкость или у вас пенины, или у вас там любая другая жидкость для живописи просто не сильно испарялась с поверхности. А так вот в такой акварельной больше технике очень многие художники делают подмалевок. И я в том числе. Вот я усложняю тени уже с белилами, но все еще довольно жидкой краской. Белила и плюс фиолетовая. Вот по этим зеленым и по этим охром фиолетовая дает как раз те самые оттенки сложные, которые в тени я вижу. А основная сейчас задача найти разницу. Вот вроде букет на фотографии сейчас вообще просто выглядит какой-то белой кучей. На самом деле они все разные. Разные розовые, одни розовые более холодные, одни розовые более теплые. Есть белые там пионы и на каждом пионе есть своего цвета свет и своего цвета тень. Вот здесь уже белила у меня уже попадают и в фон, потому как он прозрачный, такой воздушный, такой сложный, интересный цвет. Его тоже нельзя смешать и один раз вот закрасить. Вибрации теплых через холодные маски вот эти вот, они дают игру, они дают красоту этому цвету. Вот так закончился первый день этого этюда. И я вам не смогу показать то, что я делала во второй день. Я смогу сейчас вам показать только результат того, что у меня в итоге получилось. Здесь все более холодные оттенки прошли, прошлась я по написанным уже там. И вот такой у меня вышел букет пионов. А с вами я сегодня прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Починю телефон, сделаю новые видео. До встречи!